Сегодня на плацу Крымского соединения войск Национальной гвардии не военные, а обычные школьники. Для них организовали целое шоу. Более 400 человек с замиранием сердца наблюдают за кульминацией программы. Кинологическая служба демонстрирует подрастающему поколению, на что способны их питомцы. К неподдельный интерес у молодежи вызывает выставка военной техники. В объективе фотоаппаратов – БТР, «Тигр», спецавтомобиль «Шторм», бронированный «Урал» для перевозки личного состава, а также образцы оружия. Мне понравилось больше машины, больше всего. Особенно БТРчики. Самые красивые внутри. За последние годы Крымское соединение войск Национальной гвардии пополняется современной техникой. Это не модель самолета, а настоящий беспилотный аппарат. Малютка, способная развивать скорость до 130 км в час на высоте 3000 метров. Обнаружив цель, преследует жертву допобедного. Скрыться от него практически невозможно. Модель в режиме онлайн передает информацию на базу. Чтобы мне за вами посмотреть, какой вы находитесь в точке Симферополя, мне не надо ехать куда-то. Я могу отсюда поднять борт, найти вас. У них есть у всех функция автоматического ведения цели. Борт вас зафиксируют и будет постоянно двигаться за вами. Даже если я, допустим, поеду в Севастополь? Даже если вы поедете в Севастополь, сядьте в машину, выйдите с машины. Он будет стоять, он будет кружиться вокруг вас. Вы его не увидите, потому что высота у него очень большая. Но он будет находиться рядом. Не обошлось и без теоретической части. Росгвардия – новая сила на страже общественного порядка, которая была создана в 5 апреля 2016 года по приказу главнокомандующего Владимира Путина на базе внутренних войск МВД. В федеральный орган вошли крымские подразделения. Ребятам поведали о военнослужащих, которые добросовестны, самоотверженно исполняют долг, сохраняя главные качества и традиции солдат войск правопорядка. Цель главной этого мероприятия – это военно-патриотическое воспитание молодежи и, соответственно, оказание содействия учреждениям образовательным города. Напоследок – самое вкусное. На плацу развернута полевая кухня. Школьники отведали настоящей солдатской каши. Очень вкусно. С тушенкой. Очень вкусно. Мне понравились машины, танки. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.